Привет всем! Сегодняшнее видео косметическое и мы будем разговаривать о том, каким образом я решила приканчивать начатую косметику в этом году. Дело в том, что я стараюсь покупать не больше, чем я использую, и хотелось бы использовать некоторые косметические продукты, которые у меня уже и так заканчиваются, но вместо того, чтобы их ставить в уголок и не замечать, а потом выбрасывать, потому что из всяк срок годности хотелось бы на них сконцентрироваться и прикончить до конца. Пару лет назад я уже делала эти проекты несколько лет подряд, заканчивание начатой косметики. В 2020 и 2021 я не концентрировалась на этом, и в результате этого у меня большое количество начатой, но незаконченной косметики до сих пор еще остается, поэтому в этом году хочу эту традицию возобновить и напомнить и себе, и вам, что можно пользоваться тем, что уже есть, во-первых. Во-вторых, начатые продукты довольно долго нужно заканчивать до конца, в основном большинству из нас, особенно тем из нас, у которых очень много всего в ящиках наших валяется. И в-третьих, нечего покупать кучу всего, потому что, скорее всего, у вас в вашей тумбочке уже лежит то, что вам надо. Я выбрала вот эту вот косметичку, потому что это хороший размер, и набросала туда любимцев или те продукты, которые мне нравятся достаточно для того, чтобы их заканчивать. Я не держу у себя того, что мне не нравится, потому что я знаю, некоторые пэнеры на ютюбе любят как бы класть в подобные проекты то, что им не нравится, чтобы прикончить, чтобы избавиться. Для меня это не так важно, мне важнее заканчивать до конца то, что мне нравится. И потому что у меня всего, что мне нравится довольно много, нужно как-то ограничивать свои аппетиты. Вот моя косметичка. Сюда я сложила все, чем я буду пользоваться повседневно. Здесь в основном продукты повседневные, ничего такого особенно интересного. Ничего тут такого особенно глиттерного или еще для каких-то особенных, как бы на выход вещей. Даже красную помаду я пока сюда еще не заложила. Хотя красной помадой пользуюсь довольно часто. Давайте я вам покажу, что у меня будет в этом году заканчиваться, потому что я буду на этом активно концентрироваться. Начнем с праймера. Праймер, который у меня здесь лежит, это Видео Lumi Layer Primer. И это корейская косметика. Мне нравится этот праймер очень и очень. Он двигается вместе с кожей, он создает люминесцентное такое ощущение свечения изнутри. В нем такие отражающие частички розовато-голубоватые, поэтому кожа выглядит подсвеченной изнутри и свежей. Где-то 1,5 этого продукта у меня закончена. То есть я недавно достаточно начала им пользоваться, но у меня несколько люминесцентных праймеров. Два, не надо говорить, несколько, два люминесцентных праймера. И один из них я хочу прикончить. Вот этот старше, а второй младше. То есть, наверное, нужно все-таки сконцентрироваться на этом. Кроме того, эта свежесть голубовато-розового отлива не выглядит как блестки на лице. Все это выглядит очень-очень натурально, очень люминесцентно. Сегодня он на мне под основой. И мне показалось, что как раз самое то на весну и до лета. Летом я, скорее всего, переключусь на что-то более модифицирующее. Но пока лето еще не настало, видел Lumi Layer. Я думаю, мне прослужит хорошо. Я этот продукт люблю. Советую попробовать, если кому-то нравятся вот эти вот подсвечивающие праймеры. Он очень хорош, он не жирный совершенно. И хорошо лежит под любым макияжем, любой основой, которой я вообще пользовалась. Он у себя ведет очень прилично вместе с любым макияжем. И буду пользоваться. Второй продукт, который я сюда положила, это основа. Основу я сюда положила ту, которая у меня самая старая. И это единственная, которой я пользовалась в то время. Две другие у меня новые лежат, непочатые. Estee Lauder Double Wear Light Soft Matte Hydra Makeup. И цвет 1N2 Ecru. Это мой цвет. Я всегда его беру в Double Wear линейке. Здесь примерно половина тюбика осталось. Это от легкого до среднего покрытия. И натуральный, не матовый финиш, хотя называется матовая основа. Но она не столько матовая, сколько она сатиновая. То есть, действительно выглядит как кожа. Если небольшим слоем наносить, вообще малозаметно. Совершенно практически незаметно на моей коже, во всяком случае. И продукт мне очень нравится. Я покупаю от Estee Lauder основы уже давно, много лет. Разные. Double Wear в основном покупаю. Ну вот я решила попробовать с Double Wear Light. Это тоже понравилось. Но все-таки мне, наверное, нравится Double Wear немножко больше. Потому что, во-первых, чуточку дольше носится. А во-вторых, больше покрытия. Поэтому я могу использовать ту основу и как консилер. В основном я не накладываю основу на все лицо. Именно поэтому у меня они очень медленно заканчиваются. Я накладываю основу только на те участки кожи лица, которые нуждаются в покрытии. Кожа у меня достаточно хорошая. Поэтому вообще-то не особенно нуждаюсь я в серьезном покрытии. И из-за этого использую основу очень медленно в маленьких-маленьких количествах. И в основном вообще-то предпочитаю пользоваться просто консилером. Но этот тюбик у меня, я уверена, закончится в этом году. Думаю, что довольно долго буду пользоваться. Просто потому что, опять-таки, использую маленькое количество. У меня здесь есть пудра. Это пудра Шонс Лизей от Герлен. Уже она у меня два года открытая стоит. Я пару лет назад ее открыла и начала пользоваться. Осталось не очень много. Пудры от Герлен я заканчиваю довольно часто. То есть раз в год примерно одну из них я добиваю. И здесь осталось довольно много, наверное, в смысле пудры. Несколько месяцев хватит точно. Если кому-то неизвестны эти пудры, это шарики такие люмисцентные, опять-таки, с подсветкой. Если вам нравятся матовые пудры, то это не для вас. Если вам нравятся пудры легкие с подсветкой и запахом сладких фиалок, то, возможно, пудры Метеорита от Герлен вам понравятся. Я не всегда их покупаю. Раньше я их коллекционировала гораздо более... Была привязана к тому, чтобы покупать все, что у них выходит из этой линейки. А сейчас покупаю только если мне что-то особенно понравится. В общем, думаю, что эта пудра у меня закончится в этом году. Не думаю, что это будет проблема. Да, использую. Я их использую постоянно. И у меня ни одна пудра такого формата закончилась за последние несколько лет. Потом для щек я пока что не выбрала румяна. Потому что я сейчас пользуюсь большим количеством разных румян. И поэтому не хотелось бы концентрироваться на одних. Потому что румяна, как мне кажется, гораздо больше можно подобрать под лук или под одежду, которую вы носите. Сегодня, например, на мне персиковая румяна. А, возможно, если бы я носила что-то красное, хотелось бы или нюдовое, или розовое какие-нибудь. Ну, в общем, к румянам я еще пока не подогрелась. В смысле того, чтобы выбрать для подобного рода проекта, чтобы прикончить. Зато я выбрала хайлайтер, который я ношу постоянно. Это Becca Shimmering Skin Perfector Pressed в цвете Rose Quartz. Розовый кварц. Я люблю хайлайтеры от Becca. К сожалению, эта компания накрылась и теперь уже они ничего не выпускают. Это миниатюра хайлайтер. Несколько я их уже закончила. Один в цвете Moonstone. Другой в цвете Champagne Pop. И вот Rose Quartz в этот раз. Но не думаю, что долго очень буду пользоваться этим хайлайтером. И вот немного осталось. Я люблю этот хайлайтер и мне им легко пользоваться. Этот продукт я включаю для того, чтобы себя как бы немножечко мотивировать. Потому что здесь его осталось немного и легко будет его закончить. Я сюда также добавила консилер, корректор от Becca. Опять-таки мой любимый продукт из их линейки. Кроме Shimmering Skin Perfector. Кроме хайлайтеров. Это Under Eye Brightening Corrector. Это корректор со светоотражающими частичками. У меня он опять-таки в миниатюре. Я его прикончу. К сожалению, этот продукт уже невозможно купить у Becca. Потому что, опять-таки, Becca вышли из бизнеса. И я еще поищу онлайн. Возможно, где-нибудь найду. Но так придется искать альтернативу. Альтернативой для меня, наверное, будет являться корректор от Bobby Brown. В цвете Light Besk. Потому что я его уже брала в прошлом. И он мне очень подошел тоже. И тот, и другой продукт очень питательные. То есть, они не то чтобы жирноватые. Но такие богатая текстура. Плотная. Если вам нравится что-то гораздо более похожее на серум какой-нибудь. Или на сыворотку. На такой очень тонкой жидкой базе. То эти продукты, о которых я сегодня рассказываю, вам не подойдут. Becca очень такой питательный вариант. У меня есть два консилера. Эти консилеры от Bare Minerals. Одни из моих любимцев. Но просто уже пора их израсходовать. И я их покупаю в двух цветах. Один для подсветки. А второй для того, чтобы практически идеально подходил к моему тону кожи. Тот, который я в основном ношу под глазами. И сегодня он тоже у меня под глазами. Хотя я плохо спала. Поэтому неплохо было бы скорректировать. Но как-то не дошли руки. Первый цвет Fair Cool. Цвет 01. Это немного посветлее цвет. Он называется Cool. То есть прохладный. Но он довольно нейтральный, честно говоря, цвет. Вот так он выглядит. Осталось у меня довольно много этого продукта. Он чуть муссовый. Легко тушуется. Носится часов 10. Хорошо. И потом исчезает так очень мило и без всяких последствий консейеровых. Потому что иногда некоторые забиваются в морщинки. Некоторые начинают очень сухо и неприятно выглядеть. Этот он просто потихонечку мило и нежно тихонечко уходит и исчезает. Мне нравится такого рода продукты, которые снашиваются благородно. Этот консейер один из них. Но он носится достаточно долго, должна сказать. И также, потому что он в стике, очень хорошо его с собой брать, если надо сделать поправки какие-нибудь к макияжу. Тушуется очень легко. Опять-таки, не все консейеры в стиках тушуются хорошо. Если вы ищете консейер, вам нравится стиковый формат. Такой вот в тюбике. То я посоветовала бы присмотреться. Если вы найдете цвет, который вам идеально подходит. Я думаю, вы оборачиваться назад не будете. Вам очень понравится. Если у вас жирная кожа, скорее всего, вам нужно что-то гораздо более пуленепробиваемое, застывающее. Эти консейеры не застывают, но они хорошо фиксируются пудрой без всяких каких-то проблем. Опять-таки, одни из моих любимцев. Но надо их прикончить, потому что уже довольно давно они у меня живут. Месяцев 8 они у меня живут в моей косметичке. И уже ветераны. Не в первый раз их покупаю, кстати. Я их покупала и раньше. Поэтому они для меня не в новинку. Я знаю, что я их обязательно прикончу. У меня здесь лежит несколько продуктов для бровей. Во-первых, цвет, который я использую и на брови, и для век. И даже если легонечко пигмент растушевать для контура, подойдет для моего тона кожи, для моего цвета волос. Это Омега от Мак. Уже не в первый раз покупаю этот цвет. Именно потому, что он такой универсальный и мне настолько подходит. Его уже почти не осталось у меня. Опять-таки, включаю сюда, чтобы мотивировать себя закончить его. Потом буду думать дальше, чем заменить эту пудру. А вообще, вполне возможно, что возьму и куплю тот же цвет опять. Для бровей у меня еще здесь есть карандаш. Карандаши для бровей не очень для меня важная тема. Потому что у меня есть один любимиц. Это Dior Brow Styler. Его я покупала уже много-много раз. Иногда беру на пробу разные карандашики правильного для меня цвета, подходящего из недорогих брендов. И в этот раз я пробую Elf. Этот конкретный карандаш называется Instant Lip Brow Pencil. Он мне нравится. У них еще есть микро-карандашик, который мне тоже нравится. Здесь тауповый цвет. Мне очень подходящий. И я думаю, что как раз-таки очень легокое употребление. Ничего особенного, но также вполне подходит. И не особенно отличается от других карандашей этого же формата, от других брендов. Поэтому не вижу смысла на базовый карандаш очень уж растрачиваться. За исключением Dior Brow Styler. Он для меня все-таки очень удобен и совершенно идеален. И консистенция у него совершенно идеальная для меня, для моих предпочтений. Поэтому только на него я готова тратиться. А все остальное время вполне мне просто использовать какие-нибудь недорогие карандаши. Тем более я знаю, что некоторым из вас тоже интересно попробовать что-то не очень уж дорогое. Потому что не всем охота тратить 30 долларов на карандаш для бровей, в котором продукта вот стольчика. Дальше. Для глаз у меня есть вот такой вот краян. Толстенький карандаш от Marseille. И называется он Luxe Cream Eyeshadow Plus Liner. В цвете Vanilla Ice. Это слегка светоотражающий, очень светлый бежевый цвет. Мне нравятся эти карандаши. Опять-таки не в первый раз их пробую. Этот конкретный цвет мне тоже очень подходит. В будущем, возможно, я возьму просто нюдовый. Вместо того, чтобы брать его со светоотражающими частичками. Больше всего я люблю его носить во внутреннем уголке глаза. Думаю, что надолго мне его хватит. Потому что я его в основном не разношу по всему глазу. А только концентрирую во внутренней части века. Последняя штуковина, которая у меня лежит для бровей. Это CoverGirl Easy Breezy Brow. Опять-таки решила попробовать гель для бровей от недорогого бренда. В этот раз это CoverGirl. Не могу сказать, что он очень хорошо работает. Действительно маленькая щеточка, которая мне нравится. Но ничего особенного. В общем, мне гораздо больше нравится или мылом их укладывать. Или вообще не трогать. Или сильным таким гелем для волос. Я иногда беру такую пасту гель для волос в маленьком тюбике для путешествий. И вместо того, чтобы накладывать на волосы, это для мужчин в основном. Я маленькой щеточкой накладываю для бровей. И вот там действительно держат как надо. Это штуковина брови. Волоски бровей. Вот этот я не замечаю какого-то особенного эффекта. Но закончу все равно. Хотя не посоветую. Потому что я видела, некоторые ютуберы говорили, какой хороший гель для бровей. Я не вижу здесь. Не вижу позитива того, который ему приписывают. Потом у меня здесь лежит праймер. Для ресниц этот конкретный от Catrice. Называющийся Glam and Doll Volumizing Mascara Primer. Неплохой праймер. Опять-таки мой любимец это Lash Maximizer от Dior. Этот к нему близко не подходит. Но он достаточно хорош для того, чтобы его носить. Каких-то особенных проблем с ним нет. Ничего плохого для ресниц не делает. Не раздражает глаза. И работает как бы базой для нанесения туши. Не думаю, что носится тушь гораздо дольше от него. Ну, просто вместо того, чтобы накладывать два слоя туши, вы накладываете один слой праймера и один или два слоя туши. Ну, как вам нравится. Прикончу. Покупать опять не буду. Не думаю, что это слишком уж особенная штуковина. У меня есть здесь тушь, которая мне нравится уже давно. Которую не в первый раз я использую. Это Sampshus Extreme Lash Multiplying Volume Mascara от Estee Lauder. Здесь есть кисточка, которая мне нравится. Немного коническая, хорошо прочесывающая волоски, ресниц. И на самом деле этот тушь хорошо подойдет тем из вас, которые любят удлиняющие туши, которые хорошо прочесывают и не очень слепаются от этих тушей и реснички. Поэтому вот этот вот Sampshus Extreme как раз у меня для этого и подходит. Вторая тушь, которая у меня здесь лежит, это как раз-таки противоположность. Я вообще люблю иметь в наличии открытыми одну тушь, которая очень много наносит на ресницы продукта, и одну, которая прочесывает и делает ресницы просто очень длинными и красивыми. Вот это вот накладывает большое количество продукта. Нужно, когда вы ее открываете, подождать, пока она немножечко загустеет, потому что она очень мокрая, когда вы ее только открываете в первый раз. Это Rimmel Wonderfully Real. Эта тушь подойдет тем, кто любит, чтобы действительно много было нанесено на ресницы, чтобы они были тяжелые, драматичные. Сегодня она на мне. Здесь щетка мне опять-таки нравится. Она коническая. Я люблю такие, потому что ими легче добраться до маленьких ресничек в уголках глаз. Но в этот раз здесь много продукта на нее накладывается. И это пластиковая щетка. Хорошая штуковина именно для такого драматического лука. Носится неплохо, но когда она начинает уж слишком пересыхать, к сожалению, она начинает немножечко осыпаться. Недолго ей жить осталось, мне так кажется. Карандаш для глаз, который я сюда помещаю исключительно из-за его цвета. Это карандаш от NYX, называющийся Vivid Bright Eyeliner в цвете Weho. Это яркий пастельно-зеленый лайнер для глаз, который мне очень нравится. Его я наношу на нижнее веко, чтобы добавить что-то такое интересное к весенним лукам. И именно потому, что это весенний цвет, я сюда его добавляю. Думаю, что весной и летом буду его носить. У меня также есть этот карандаш в голубом цвете. Его я тоже, скорее всего, изношу в ноль этим летом. Но на весну я выбрала именно зеленый, потому что у меня зеленые глаза. И я думаю, это будет хорошая комбинация и легкое в употреблении. Карандаш мне нравится. Не думаю, что очень уж быстро он у меня закончится, потому что я его наношу в основном только на край нижнего века. и на верхнее веко очень-очень редко. Хотя, возможно, я буду экспериментировать и использовать его как обыкновенный лайнер на верхнее веко тоже. Можно попробовать и посмотреть, каков будет результат. У меня два продукта для губ. В этот раз здесь лежат. И первый из них это как бы толстенький такой карандаш для губ от Bite Beauty. Называется Matte Cream Lip Crayon в цвете Leche, то есть молоко. Я эту конкретную помаду, не в этом тюбике, но в другие тюбики, уже использовала раза три, то есть до конца. Я знаю, что эта помада мне нравится. Я знаю, что также она у меня уже достаточно долго лежит. Надо ее закончить. И это такой нюдовый цвет, очень базовый. Я думаю, будет совсем легко с ним расправиться в ближайшие несколько месяцев. Поэтому я его сюда и включаю, потому что он легкий в употреблении. Последний карандаш, который у меня здесь лежит, и вообще последний продукт, это карандаш для губ от Essence. И это их Soft Contouring Lip Liner. Цвет Under My Skin, под моей кожей. Это такой розово-малвовый карандаш для губ. Очень мягкий, хорошо наносящийся, хорошо тушующийся. Он не настолько долго носится, как, допустим, мои любимцы от MAC и от Chanel. Вот те действительно хорошо и долго носятся. Этот носится меньше, но также он стоит пару долларов. Поэтому совершенно оправдывает цена. То, что он носится, может быть, часов 7-8. А это довольно долго, во всяком случае, для меня. Поэтому я им буду пользоваться, когда мне хочется более розоватого подтона для губ моих. А если хочется более нейтрально персикового с розовинкой, то я буду пользоваться Lecce от Bite Beauty. Не думаю, что надолго хватит этого карандаша. Но я уже много раз использовала карандаши от Essence. Еще один бюджетный вариант, который мне очень нравится, это карандаши от Milani. Они лучше, мне кажется, чем от Essence. Чуточку дороже, но ненамного. Но карандаши от Essence очень легко найти в продаже и легко купить. Поэтому здесь как бы прогадать сложно. Они достаточно хороши для того, чтобы их использовать. И я их буду дальше покупать, скорее всего, особенно если мне понравится какой-то определенный цвет. Итак, вот эти вот продукты. Я думаю, мне нужно прикончить в этом году, в 2022. Возможно, конечно же, и даже и больше у меня будет заканчиваться. И по мере оканчивания продуктов я буду сюда закладывать еще какие-то, которые мне нужно прикончить. Делаете ли вы что-то подобное? Возможно, у вас только одна косметическая макияжа, и поэтому вам не нужно задумываться о том, как и когда и что нужно заканчивать из ваших макияжных приобретений. У меня, наверное, многовато все-таки. Именно поэтому мне приходится как бы думать о том, чтобы концентрироваться на более... На продуктах, у которых скорее выйдет срок годности. Ну, в общем, не знаю, насколько быстро дело пойдет. Но я думаю, у меня здесь есть несколько очень легких в употреблении продуктов, которые закончатся довольно быстро. Напишите мне внизу, заканчиваете ли вы продукты быстро, или они вам годами служат, как у вас с этим обстоит дело. Это все на сегодня. Всем отличного дня, хорошего настроения и удачи. Держите себя в безопасности и оставайтесь здоровыми. Пока.